Мне грустно и легко Печаль моя светла, Печаль моя полна тобою. Виктор Астафьев. Звездопад. Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому что моя любовь была уж какой-то чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь. В то же время самая необыкновенная, Такая, какой ни у кого не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал, Любовь старая штука, Но каждое сердце обновляет ее по-своему. Каждое сердце обновляет ее. Это началось В городе Краснодаре, На Кубани, В госпитале. Вам когда-нибудь приходилось Бывать под наркозом, Под общим наркозом Несколько раз подряд, Если не приходилось И не надо Это очень мучительно Быть несколько раз под наркозом Раз Вдох Два Выдох Спи Спи Три Вдох Четыре Выдох Спи, родненький, спи Вспоминается это, как далекий затяжной сон, В котором действует незнакомый, И в то же время до боли знакомый мне парнишка. Это я, вот этот вот девятнадцатилетний, распростертый, на операционном столе, Это я. Пять Вдох Шесть Выдох Семь Я сосчитал до семи, Потом стало душно, Захотелось рвануться, крикнуть Баба Бабенька Пропадаю, бабушка Я почему-то думаю, Так вот умирают люди Может быть и не так Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер Я знал, я видел раненые, умирающие звали мать Матери я почти не помнил Она утонула, когда я был совсем малым, самым близким, самым родным человеком У меня была бабушка Бабенька, я не хочу умирать Нельзя мне умирать Нельзя Рано Шестнадцать лет прошло Меня душит запахом больницы Я не люблю туда заходить И в аптеки тоже Я открыл глаза Посреди палаты было светло Горела керосиновая лампа Я увидел Лампа прикрыта газетным абажуром И абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня Мне почему-то стало приятно Возле лампы Спиною ко мне сидела девушка И читала книгу Шелестели страницы Девушка читала А я смотрел на нее Мне хотелось воды Но я боялся вспугнуть девушку Мне было до жалости приятно смотреть на нее И хотелось плакать Ну, как вы? Ничего Она склонилась надо мной И вот тут я увидел ее темные глаза Со слепительно яркими белками Разлетевшиеся на стороны брови Слегка припухлую нравную губу Тоненькую шею Вокруг которой была повязана цветная косынка Из кармана халата торчал градусник Еще на девушке была кофточка Тоже завязанная черной тесемочкой Как шнурок у ботинка двумя петельками А повыше петельки Дышала ямка Я видел, что она дышала Это ямочка Я все-все увидел разом Хотя в палате горела лампа Всего лишь семилинейная лампа Наверное, был какой-то свет Который озарил мне ее Всю Пить хотите? Хочу Вот Спасибо Ну вот Спите Не Я уже наспался Ну тогда лежите тихо 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 тут по ночам не бывало В палате спали и бредили раненые солдаты Огонечка Огонь 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 Попить-то дай Слева Слева обходит Прикрой Кому говорю, прикрой Огонь 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 Вот зараза Да слева же ослеп Ослепство Палыч, ты где? Стреляй Палыч Стреляй, говорю Дай мне побить Это уж всегда так Отвоюется на его солдат А во сне еще долго-долго продолжает война Война во сне очень нелепая Но она всегда заканчивается благополучно Иной раз за ночь раз десять убьют Но все равно проснешься Да, во сне воевать ничего можно Вы не спите? Нет Ну как вы? Ничего Ну и хорошо Лежите Не уходите А вы это Вы какую книжку читаете? Хаос Хаос Шерванзаде Читали? Нет Хаос не читал А вот Намус Читал Это вроде бы тоже Шерванзаде По-моему, да А я много книжек читал Правда, много Разных всяких Ну, вообще-то, может, и не так уж много А вы откуда? Я сибиряк Красноярец А я здешняя Краснодарская Видите, как совпало Краснодар Красноярск Да Совпало Как вас зовут? Лида А вас? Миша Ну, вот и познакомились А теперь помолчим Вам еще нельзя так много разговаривать Вам поспать бы Нет Да нет Я не буду Вы знаете, мне уж ничего Знаю, знаю я вас Все вы Геройствуете А потом И я сразу скис Ну, конечно Все мы Нас тут много И до того И расстроился Что мне, по всей вероятности Стало хуже А когда я очнулся снова Рассвет уже забил Робкой огонек лампы А Лиды Не было Ах, чтоб тому фюреру Чтоб ему на том свите было А я к мене сейчас Не надоело тебе Бродягу фюрера поминать, а? По ночам он тебе снится, что ли? Третью неделю с фюрера Как дьяк сучина Что начинаешь, а? Вот так начинался новый день В нашей палате Кто кашлял, кто ворчал Знакомая картина Я не мигая смотрел на лампу Которую забыла погасить Лида Эй, сибиряк Как дела? Как дела? Как дела, спрашиваю Что ты на лампу уставился? Эй, Миша Это Рюрик Ветров Тот, что всю ночь командовал Своим минометом И величал его не иначе, как заразой Скуластый Рюрик Который знает обо мне все И я о нем тоже Мадноготки Ран у него столько же, сколько годов Девятнадцать Как дела, Мишка? Я не слышу, что он говорит Я думаю о Лиде Где она сейчас Сменилась или нет Как ты, Мишка? Слышишь, что я спрашиваю? Михей Да ты что? Не расчухался еще от наркоза-то? Лежит, молчит Глаза таращит Курить будешь? Да ладно И без курева тошно Этот день прошел в каком-то зыбком полусне Я ничего не ел, не курил, читать не мог Разговаривать тоже Наркоз выдыхался медленно А когда вовсе очнулся и немного окреп То целыми днями занимался причёской Лежал, смотрелся в осколок зеркала И любовался своей волоснёй А что? Уже чуб Волнистый Надо же, сроду прически не было В деревне бабушка наголо ножницами стригла В детдоме машинкой тоже наголо ФСО пробовал, правда, отпустить чуб Тут же обкарнали Но потом армия Форма двадцать Суровые порядки Чубчик-чубчик-чубчик-чубчик-чубчаря Чубчик-чубчик Ничего Что со мной, чубатом Дальше-то будет Что я буду делать после госпиталя Как жить У меня профессия составитель поездов И семь классов образования Чтобы работать с составителем Нужны обе руки А у меня выходит одна, вторая, вон она. Хотя оперировали, хотя связывали перебитый нерв, висит, как мёртвая, и пальцы на ней не шевелятся. А-а-а, наплевать, не я один такой, не пропаду. С чего это мне попадать? Не так страшен чёрт, как... А вообще, чего это я тут разлёживаюсь, а? Мне надо выбраться в коридор. Ну, просто вот так, позарез надо. А то лежу колодой, не знаю ничего. Ничего, ничего, шепель, не знаю. А ну, встал. Не получается. Ещё раз... Поддох... Вот так вот. Кровать почти рядом. От спинки... К спинке... От спинки... К спинки... От спинки... К спинки... Вот так. Вот так. Ещё. Ещё. Михаил... Михаил... Ты что, ошалел? Упадёшь? Ещё чего. Да куда ж ты? Да куда ж ты? Военная тайна. И вот я уже бреду по коридору. А это значит, Лида может быть где-то рядом. От того раненая рука моя, это сейчас пустяки, о которых не думается. И то, что я в одном белье тоже пустяки. Подумаешь. Обернул одеяло вокруг бёдер и в такой вот юбке щеголяю. Ну и что? Вообще все ребята ходят, как римские патрицы. Тепло, удобно, прилично. Да и не в одежде дело. Главное, это моя прическа. Мой, можно сказать, единственный козырь. Ну чего там? Прическа раз, потом я весёлый парень два, Беззаботный три. Присказки всякие знаю четыре. Ой, 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 ой. Пол что-то под ногами ходуном ходит. Ладно, ладно, никуда он не денется. Нет, нет, постою. Встаю за подоконник, подержусь. А то так и грохнуться недолго. Нет её. Нигде нет. Куда она подевалась? И ведь с тех самых пор в палату к нам не заходила ни разу. Вот поговорила бы она со мной ещё на хоть единственный разик. Я представил, что бы тогда было. Уж я бы... Я бы такие вещи ей рассказал из книг. И про фронт, и про... И вообще от этих моих рассказов она бы сразу бы сомлела. И взоры наши, и вздохи слились бы воедино. Воедино. Где это я вычитал? Воедино. Не помню. Но сильно, сильно написано. Я иду, иду, держась за стенку. А Лиды нигде нет. И коридор кончился. Я остановился. И стенку спиной подпираю. Ах, охламон. Ну, охламон, Мишка. Чего тебе? Уснул на посту медвежатник. Не на месте спишь. Сестрицу-то в операционную перевели. Временно. Операционная мадама с одним товарищем-капитаном активно дружила. А наши, главное, этого не любят. И еще учти, дежурит сестрица через сутки. Да ладно. По мне, знаешь, хоть через трое. И зовут ее Литкой. Знаю. По мне хоть Маргариткой. И ошивается вокруг нее тут лейтенантик один. Знаю. А у меня вообще хоть генерал. Дурын да. Кого охмурить хочешь, я ж саратовский мужик. Я в этих вопросах. И где ты знаешь, когда ты выучился? У нас у саратовских, знаешь как, родился малый. Ему ни побрякушек, ни игрушек. А сразу гармонь в руки и пошло. Я не знаю, как у вас. А у нас в Саратове 90 лет старухи. Шухерят с ребятами. Так усвоил насчет лейтенанта. Ладно, пошел ты знаешь куда. С усиками лейтенант, с красной звездой и пальто кожаное у него есть. О, смотри-ка. Легка на помине. Да ты не робейся, берег, я тебя такой штуки выучу. Катись, говорю. Катись, Оголет Саратовский, видишь? Учитель. Нашелся тоже. Качусь, качусь, не переживай. Я мешать не буду. Куда? Ты что, не можешь постоять, как человек? Пожалуйста, стою. Здрасте, Лида. Здрасте. Здравствуйте, мальчики. Как живете? Лучше не бывает, только скучновато. Это почему же? Да так, Краснодар этот припаршивый городишко. Да и люди здесь уж больно какие-то гордые. А что это вы, Миша, на ногах? Завтра к операции будем готовиться. К какой операции? К обыкновенной. Так я готов. Хоть сейчас. Нате, режьте. Все равно ведь пальцы не шевелятся. Так чтобы было лучше. Ладно. Ладно, и не маленький. Когда операция? Послезавтра. Она ушла, а я закрыл лицо рукой. Я боялся. Я боялся операции, боялся наркоза. Я боялся темноты. Когда я очнулся, то в репродукторе пела шульженко, а на мне была разорванная рубаха, и здоровая рука моя была прикручена к кровати. И пусть со мной нет сегодня любви родной. Эй! Урюк! Ты, брат, что? Ты кого это? Урюк! 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 Затекла! Чего привязали-то? Бушевал я, что ли? Или колена какие загибал? Бушевал? Загибал? Ругался? Затя! Но как? Посмотрел бы ты, как девушку тут от этих твоих слов загибала. Какую девушку? Ту самую, Лиду. Она около тебя и так, и эдак, родненьким называет, а ты медицину такими словами крыл. Правда? Ну, на удивление. Ребята в хохот, а она. Человек, говорит, в невменяемом состоянии. И смеяться, говорит, над ним подло, подло, подло. И еще ногой притопнула. А ты что? То, брат, то. Никуда не денешься. Вот. Она идет легка на помине. Ты ж лучше у нее самой спроси, что ты вчера здесь наговорил. Ну, где этот скверный мальчишка? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его. Я с ним за всех рассчитаюсь. Нет, вы поглядите. Поглядите-ка на него. Хороший, хороший. Под одеяло залез, прячется, устыдился. Нет, ты погляди. Ты погляди на меня. И я поглядел. Навстречу мне плеснуло столько яркого света, что я зажмурился и сказал, едва слышно, Лида. Лида. Что, родненький? Что? Ну, друг. Ты чего здесь не видел? Ну, а че ты вставился? Пошли, пошли в крылью. Ходящий? Вот и давай. Раз! Два! Пять! Пять! И мы тоже встали. Пошли, и ты. Пошли, пошли. Давай, 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 давай. Лида. Что, родненький? Что? Лида. Вы будете приходить теперь ко мне. А тебе хочется, чтобы я приходила? Да. И ты не будешь больше ругать медицину и Краснодар? Нет. Ой, идти мне надо, Миш. Посиди еще маленько, а? Ну? Две минутки. Пять. Ну, хорошо. Пять. И мы просидели не пять, а целых десять минут. А потом я каждый час, каждую минуту, словом, все время я ждал Лиду. Она дежурила через сутки. И эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Ждал сначала в палате, а когда поднялся, стал встречать. Парадная дверь была широкая, и я замечал Лиду еще во дворе. Лида училась в медицинском институте, и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий. На ней было узенькое в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлестанным хвостом. Еще на ней был беретик, освеженный окрехином. Ей очень шло желтое. Ей все шло. Один передний зуб у нее был чуть сломлен наискосок, и меня он особенно умилял. Но я своих чувств не показывал. Впрочем, не было дня, чтобы она сама не появлялась в нашей палате хоть на одну минуту. Как-то незаметно мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться. И, может быть, поэтому медленно тянувшееся время вдруг покатилось, покатилось, побежало. И уже собирается домой мой друг, озорник и пересмешник Рюрик. Дырка у него в легком так и не заросла. И завтра я провожаю его на поезд. А сегодня... Вот он я! В новом Рюриковом обмундировании пикирую в город. Вот и улица Пушкина, дом с поломанным крыльцом и флюгером на крыше. Я сел на крыльцо и стал ждать. Из дома вышла женщина, глянула на меня большими все еще яркими глазами. И я понял, что это мать Лиды. Вы чего-то потеряли, молодой человек? Червонец. А где потеряли-то? Да там. А ищете червонец здесь от того, что светлее? Я этот анекдот знаю. И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек? Не знаю. Посижу еще маленько, там ясно станет. Что ясно-то? Вообще все станет ясно. Итак, все ясно. Ведь вы Миша. Да, я. А я Лидина мама. Эй, да ты, дорогой солдатик, вовсе закоченел. А ну-ка, марш в дом. Лидия спит, разбуди ее. А я скоро вернусь из магазина. Лида спала. А я стоял рядом и смотрел, как ровно и глубоко дышит она, как легко пошевеливается одеяло на ее груди, и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке, и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды. Ой, Миша! Лида шевельнулась, открыла глаза. Секунду она ошеломленно спотрела на меня, затем подернула одеяло до самого подбородка. Ой, и правда, Мишка. Пришел. Пришел. Сам. Один. Нашел. Ой, Мишка. И ты вот так сидел возле меня? Я никогда, никогда этого не забуду. Да ты что? Ты знаешь, Миша, такая жизнь кругом. Раны, кровь, смерть. И вот такое даже не верится. Миш, мне ведь одеться надо. Отвернись. Лида. Отвернись, Миш. Лида. Отвернись, родненький. Отвернись, лапушка. Мама. Ах так? Я с трудом отодвинулся, выпустил ее руку, шагнул за занавеску и сел на диван. Ты, Миш, удрал без разрешения? Да. Ой, молодчик. А уницы где взял? Рюрик дал. Ты знаешь, его комиссовали. Молодчик. Кто молодчик? Ты, конечно. А нашел-то как? Нюхом. Ах, молодчик. И что же мы будем делать, Мишка Михея? Ну, почем, я знаю. Почем, почем. Бука. Мы будем гулять по Краснодару. Вот придет мама, по обедам и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь. Не забуду. Как знать. Не забуду. И до чего ж ты сердитый, Мишка Михей? У нас вся родова такая. Медвежатники мы. Какие медвежатники? Медведи ловили, что ли? Да. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся. Придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги. Говорит, а ну пойдем, миленький, пойдем в полицию. И медведь орет, как пьяный мужик, но следует. И не кусали они его. Ну и балдашь ты, Лидка. А еще в институте учишься. Сам ты балда. Лида хлопнула меня по руке. Караул! Наш, эх, мы! Рай, Мишка, ты рай, ты не рай. И мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись, неизвестно. Да в синцах послышали шаги ледяной матери. Мама! Мам! Мама! А Мишка обманывает меня и балуется. Это же основная обязанность мужчин, доченька, обманывать и баловаться. Ну чем же мы будем почивать гостя? Не знаю. Придумаем что-нибудь? Ну, придумаем. Эх ты, хозяюшка. Вы, Миша, ели когда-нибудь мамалыгу? А это что такое? Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга. Это почти каша, только из кукурузы. Понятно? Понятно. Слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу. Слушай! Лида выпорхнула за дверь. А я почувствовал, её мать хочет сказать что-то для меня неприятное. Я насторожился, и вдруг она дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида. Вам сколько лет, Миша? Мне? Мне девятнадцать. Хороший возраст. Хороший возраст. Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно? Ну, а почему нельзя? Можно. Откровенно я люблю. Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у неё, распашонка. Она уж если всё отдаст. А девушке и отдавать-то всего ничего. Зачем вы так? Не ко времени всё это у вас, Михаил. Ещё неделя, ну, месяц. А потом что? Разлука, слёзы, горе. Да ведь и горе, горе, рознь. Допустим, вас изувечат ещё раз и не сильно изувечат, и вы вернётесь, и что? Какое у вас образование? Семь классов. А специальность? Была специальность, да сплыла. Вот видите, Лидка тоже ещё на перепутии. В общем, Михаил, будьте взрослым. Понимаете, есть вещи, есть такие вещи, ну, вы понимаете меня? Да. Почти что. Стойте, Миша, Миша, стойте. Не уходите, Миша. Вы сделаете ей больно. А боли и горе и так через край. Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел. Дети вы мои, дети. Разговор наш вы можете забыть. Это ведь только слова. Слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, я и не права. Может, устала от нужды, вас куда умела от горя. Всё может быть. Простите меня, Бога, ради простите. Ну, что вы, за что? Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме. Так в детдоме у нас говорили. А у вас? У меня? А обо мне не стоит. Я солдат, а загадывать солдату по суеверным соображениям нельзя. Потом мы с Лидой гуляли по Краснодару, по улице Красной, по Чкаловской, еще по каким-то. И Рюриковы сапоги страшно жали мне ноги. Но еще невыносимей была какая-то боль, боль, до сих пор неизведанная мной. Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил страдание. Миша, вы о чем с мамой говорили? Да так, обо всем. Про мамалыгу больше. А еще о чем? О разном. Ой, Бука, и откуда ты такой на мою голову взялся? Идет, молчит, ты бы хоть поцеловал меня медвежатник. Я как будто только этого и ждал. С торопливым отчаянием я обнял лиду и ткнулся губами во что-то мягкое и не сразу понял, что поцеловал я лису. Ах ты, медвежатник, медвежатник, тебе бы только со зверьми. Я обиделся и попытался выдернуть руку, но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал и не дышал до тех пор, пока без дыхания уж стало невыносимо. Я отнял губы, протяжно вздохнул, и мы снова молчали, отвернувшись друг от друга. Гляди, Миша, сколько звезд сегодня. Может, и наша звездочка там есть? Может, и есть. А если нет, давай загадаем вон на ту, над ковшиком. Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлаты, слышать, как греет мою грудь ее дыхание. И так хотелось стиснуть ее, уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-конорейка. И прилепилась, понимаешь, дуреха такая, примолкла. я бы не знаю, что сделал для нее и для всего советского народа. Столько радости бурлило во мне тогда, столько радости. Многого я не знал и не понимал, не знал, что днями будет комиссия, и меня выпишут из госпиталя, и что поэтому Лида напрашивается подменять сестер и дежурит за них, забыв про сон и покой, лишь бы побыть со мною. И вот моя последняя ночь в госпитале. Мы с Лидой не спим. Мы сидим возле печки в палате выздоравливающих. И надо было вроде говорить, говорить, говорить. Только о чем? О том, что я уезжаю, а Лида остается. И мы молчим. Я курю, Лида гладит мою руку, а она, эта рука, уже чувствует боль. Выходила тебя, словно родила. мы еще встретимся, Лидка. Правда. Правда встретимся. Ты главное верь. Руку береги. Чудом спаслась, отнять хотели. Видно, силы у тебя много. Нет, не в этом дело. Просто мне без руки нельзя кормить меня детдомовщину, будет некому. Миша, Миша. Ну, что ты на меня так смотришь? Лида, не надо так. Как надо? Не знаю я, бодрее что ли? Стараюсь. миша. Миша. А? Ты чего замолчал? Да так что там. О чем же говорить? Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать? я знал, что мне нужно было сказать. Давно знал. Но как решиться, как произнести это? Да нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный, размазняя слабак. Я злюсь на себя. а Лида видимо подумала, что на нее и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер. Я притянул ее к себе, взял и чмокнул в эту самую вздернутую губу. Ой, вредный. В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу. И тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула. Ихли бы тихо, Миша. Ихли бы тихо. Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но что значит слово Либе все-таки знал и растерялся. Ихли бы дих, балбес ты этакий. Я тоже Либе. Я тоже их Либе. Еще тогда, ты знаешь, когда когда у лампы. так чего ты молчал столько месяцев. Страшно было. Ты знаешь, слово-то какое. Его, небось, и назначено человеку только раз в жизни произносить. неужели 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 ты сегодня уйдешь? ведь только вот сказали друг другу и уже все. Миша, Миша, что ты молчишь, а? Что ты все время молчишь? Не надо. Не надо плакать, сестренка моя. Не надо. Миша, не откажи мне. Дай слово, что не откажешь. Я поставлю температуру. Ну, поднялась, а? Ну, неожиданно, ну, бывает же. Ты с ума сошла? Ты что? Я знаю, я знаю, что это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонит, из института прогонит, ну, и пусть прогонит. Хочу побыть с тобой еще день, хоть один день. Пусть же эта проклятая война остановится на день, пусть остановится. Лидка, опомнись, чего ты несешь? Лида, Лида. мне мне страшно, мне жутко было, меня озноб колотил. Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат. и я выдержал, не согласился. я вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы казался слабей Лиды. А я и в самом деле, видать, был тогда сильным парнем. Ну вот и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву. И больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было. Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. В сутылоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла, а потом показалось и вовсе истлела навсегда насовсем. Прошли годы, многие годы, и война-то вспоминается, как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкой мне парнишка. я все думаю, а может встречу случается же, случается, и знаю, ведь ничего уж не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду, надеюсь. я люблю родную страну свою, но уж очень большая земля ты наша российская, утеряешь человека и не вдруг найдешь, но в памяти друг дружки мы так навсегда и остаемся молодыми и счастливыми. В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, краят высвечивают небо, и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их еще все идет к нам, все еще сияет нам. Гляди, Миша, сколько звезд сегодня, может, и наша звездочка там есть. Никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал горьким. нет, нет, счастья не бывает, горьким неправда это, горьким бывает только несчастье. вот обо всем об этом я часто думаю, когда остаюсь один. остаюсь самим собой, думаю, с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич незабвенный наш, прекрасный поэт наш, лучше, глубже и пронзительнее всех нас, умевший чувствовать любовь, уважать ее и душу любящую, сказал так просто и так доверительно, печаль моя светла. «Звездопад» Вы слушали радиоспектакль «Звездопад» по одноименной повести Виктора Астафьева. Инсценировка Алексея Филиппова Режиссер-постановщик Лия Веледницкая Роли исполняли От автора Олег Табаков Лида Лариса Гребенщикова Мать Лиды Ольга Чуваева Рюрик Ветров Сергей Шкаликов В передаче принимали участие артисты Рогволд Суховерко Игорь Сомов Александр Великовский Аркадий Песелев Звукорежиссер Альфия Кутуева Шумовое оформление Татьяны Стольновой Ассистент режиссера Михаил Розенберг Звукооператоры Галина Тимченко Галина Засимова Ирина Воронова и Галина Зудкина Редактор Елена Ковалевская Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова